Вообще, Тимиртау жил спокойно во время введения карантинных мер. Это произошло в начале апреля. Люди не скупали судорожно все супермаркеты, аптеки. Все продукты спокойно стояли себе на полочках. И, в принципе, никто не боялся вируса Тимиртау. Но до одного случая. Когда карагандинец скончался от COVID-19. С тех пор государство усилило карантинные меры. И люди тоже начали переживать за свое здоровье. И начали скупать аптечные препараты. А также опустошать супермаркеты. Разумеется, у нас закрыли торговые центры, учебные заведения. Все перешли на дистанционное обучение. Спорт-центры, салоны и вообще многое другое позакрывалось. И, естественно, с этим упал доход у людей. А многие просто остались без работы. Согласно новому постановлению главного санитарного врача Карагандинской области, в период карантина в регионе будут действовать дополнительные меры безопасности. Первое. Ограничивается выход граждан из жилища, за исключением приобретения продуктов, лекарств, банковских услуг и выхода на работу. Второе. Лицам старше 65 лет рекомендуется ограничить выходы из дома. Третье. Закрываются места массового скопления населения, парки, скверы, пешеходные улицы, игровые площадки и другие. Четвертое. Вводится ограничение режима работы бизнес-центров с 10 до 15.00 часов с приостановлением деятельности пунктов общественного питания при них. Пятое. Рекомендуется предприятиям и организациям всех форм собственности сократить рабочий день на 2 часа. Шестое. Приостанавливается деятельность объектов площадью менее 2000 квадратных метров и всех объектов по реализации непродовольственных товаров, а также детских дошкольных учреждений всех видов, букмекерских контор, спа, салонов красоты, общественных бань, саун, соляриев и другое. Седьмое. Приостанавливается работа пунктов общественного питания, ресторанов, кафе, баров, столовых, в том числе находящихся внутри гостиничных комплексов, отелей, хостелов, апартаментов, медицинских центров, стоматологий с разрешением организации приема онлайн-заказов и их доставки до потребителя. Восьмое. Запрещены собрания на улицах и в других общественных местах группами более трех человек, за исключением членов семьи. Девятое. Несовершеннолетним гражданам запрещено передвижение по городу без сопровождения взрослых. Разумеется, волонтеры не остались равнодушными, и мы создали четыре направления. Первое направление – это общественный контроль, мониторинг общественных мест и аптек города Симиртау. Мы занимаемся тремя видами аптек. Первый вид – это у нас сетевые. К ним относятся семейный лекарь, парацельс и биосфера. Ко второму виду – аптеки при париклиниках. Там выдаются лекарства бесплатно, те, кто состоят в учете. Трамбопол, парацетамол, кликсан, дитмак. Трамбопол – нет, просто наличие. Классно, тут все есть. Нету, да, трамбопол? Половина из лекарств есть. Ну что, готов? Готов. Экипировка по полной. Внимание, биосфера. Сегодня последняя аптека – биосфера. Погнали. А парацетамол? Ага. Кликсанол? Нет. Вы можете, что аналоги говорили попекать. Потому что ничего страшного. Молодцы какие, да? Без веры. Да, да. Да, и вообще феркеки, в принципе, да? Да, многие лекарства есть. Вот так вот. Я прям была в шоке, то, что был парацетамол. Да, хотя в основном они быстро заканчиваются. Да, просто ненадежные. Так что заходите, закупайтесь. Второе направление – доставка продуктовых корзин. Вот, сейчас получаем коробочки с продуктами. Я хотела бы еще посмотреть, какие продукты входят в каждую коробочку. Давайте посмотрим вместе с вами. Я первый раз смотрю, это макарошки. Получается рис, чай вижу, масло подсолнечное, печенюшки, как много. Потом что у нас тут идет? Тушенка, говядина. Это получается мука, как я понимаю. Так, ну и, собственно, все. Вы посмотрите просто, какие пакеты макарон, чтобы вы видели просто все масштабы. Такой же пакетик и с рисом. Вот, получается, наша великолепная команда. Будем сейчас разводить продуктики. Как вас зовут? Меня зовут Нуржан. Нуржан. Вы давно волонтерите? Нуржан. Четвертый год. Четвертый год? Почему я тебя раньше не видела? Потому что я волонтерил в России. Аааа, вот оно что. А теперь вот Шенрак, пожалуйста. Как тебе наша униформа, нравится? Да, прикольно. Только рукава короткие. Блин, ну извиняйте, сколько ты рост? Она на всех висит, по идее. Ну давай, расскажи, почему ты стал волонтером вообще? Почему здесь волонтером стал? Как тебе вообще обстановка? Почему ты работаешь вообще в такую опасную ситуацию в стране? Люблю с новыми людьми знакомиться, что-нибудь интересное делать, помогать людям. Ага. Почему бы и нет. То есть стало скучно, я знаю, что здесь какие-то движения. И стало интересно заняться чем-нибудь здесь так же. Ага. Как я занимался в университете. Ага. Неплохо. Шенрак. Здравствуйте, это из Круханова молодежного клуба. Поживай только. Ага. Покажи, пожалуйста. А, пожалуйста. Нет, это волонтерская помощь. Меня зовут Дуцинин Егор. Мне 16 лет, и я волонтер. Я волонтере уже второй год, потому что мне это нравится, потому что мне нравится помогать людям. Ты делаешь это безвозмездно или тебе за это платят? Делаю это безвозмездно. Ты сейчас работаешь в карантин. Верно. Почему ты это делаешь? Ведь это опасно. Ты можешь заразиться от кого-либо. Все так же, потому что эта работа интересная. Потому что нравится просто ходить по городу, как-то быть полезным обществом. Мы санитарно защищены. Мы носим маски и перчатки, когда это необходимо. Используем антисептики. У нас в офисе стоят все необходимые меры предосторожности соблюдены при работе. Как вы помогаете людям в карантинный период? Мы проверяем супермаркеты, допустим, на наличие необходимых мер предосторожности. То есть на входе, допустим, стоят люди необходимые с проверкой температуры и антисептиками, чтобы люди обрабатывали ручки. А также проверяем наличие препаратов в аптеках. Это сейчас. Последние два месяца мы этим занимаемся. А также развозим корзины с продуктами, нуждающимися ветеранам и людей, которые в этом нуждаются собственные гели. Меня зовут Бородулина Ольга. Волонтерством я занимаюсь около пяти лет. Мне нравится развозить продуктовые корзины в данный карантинный период, потому что все люди, которым мы их привозим, они и так нас благодарят. И это так греет душу, что хочется все больше и больше им помогать. Все перед тем, как отнести продукты. У нас экипировка обязательно. Третья информационная компания среди населения города Цмиртау. Кратко скажу то, что мы показываем и рассказываем, как пользоваться масками и антисептиками, а также бесплатно их раздаем. Блин, ребята, они запечатаны. Я хотела показать, что там лежит. Там лежат масочки, да, верно? Перчатки и антисептики вроде. А, перчатки и антисептики. Вот у нас коробочки. Такие вот. Сейчас мальчики поедут развозить. Масканы киер алдында кулды мукиаджу немесе динвиций алау керек. Масканы макасында кул текизбейміз. Масканы аузын, моранын, және иегін мұқтап жабатында милепосын бекетміз. Масканы түрлі түсті жағынен киу керек. Масканы әр екі төрт сағат өзгерту керек. Пайдалунан масканы сүрген немесе кормалар дармаймыз. Пайдалған киен култысқа тастаймыз. Егер масканы шеке үшеке болса, оны бөрі және күркапқа ауыстыру керек. Масканы киегенен киен кайта киеге мұмайды. Ну и четвертая направление – оказание социальной помощи пенсионерам в бытовых вопросах. Темыртау қаласының жасыр ресуртық орталығы мен шаныра қолынтердің орталығы бірдесіп, карантинты күшаралары аясында шомыстың түрт негізгі бақытын анықтады. Бірінші бақыты темыртау қаласының түргіндар арасында ақпараттық науқан, халықтың маскалардың мүндетті түрде пайдаланың ұға шақыру. Сонда аяқ қарантиндік кезінде жүріст-тұрыс ережелері мен сақтық шараларды бар ақпараттық бұлгейттерді тарату. Екінші бақыты темыртау қаласының қоғамдық орындары мен дәрханалардың мониторингі. Қажетті дәрі дәрі білектердің болуы қамтамасын депті. Мониторинг есіптері денсаулық сақтау жүйесінің құрымыс сапасын жақсарту үшін республикаға жіберіледі. Құрымшы бақыты азық түлік себектерін жеткізі қалықты әлеуметтік қорғалымаған топтарың түзімін анықтау үшін. Құрымшы бақыт әлеуметтік құмық көрсетті қатерлерді жынау қоқыс тазалау, азық түлік әріпті әлеуметтерін сатып алу үшін. Құрымшы бақыт басты зенеткерлеріге, тұл ембеккерлеріне, Құлы отан соғысын ардагерлеріне тамақ дайындау. Темыртау қаласының жасыр ресуртық орталығынен жанырақ волонтерлік орталығы бірлесіп, Құрымшы бақыт басты қарантиндік үш шаралар аясында Құрымысын төрт негізгі бағытын анықтады. Құрымшы бағытты, Темыртау қаласының тұрғындары арасында ақпараттық мауқан, қалыпты масқаларды міндеттік түрде пайдаламыға шақыру. Сонда қарантин кезінде жүріс-тұрыс ережелерімен сақтық шаралары барып, ақпараттық бұлтеттерді тарату, етінші бақытты Темыртау қаласының қоғамды қоғырымдары мен дәрі қаналарын мониторингі. Қажетті дәрі дәрметтердің болуын қамтамасын, қажетті дәрі дәрметтердің болуын тексері үшін, мониторинг есеттері денсаулық сақтау жүйесінің жұмыс сапасын жақшарты үшін республикаға жіберлер. Құртінші бақытты азық түлік сібептерін жеткізу, қалықтың әлі өметік қорғалымаға толқтың тіздімін анықтау үшін. Құртінші бақытты али өметік өмек күрсетіп. Қатерлерді жынау қоққысты тазалау, дәрі дәрмег азық түлік сатыбалы үшін. И сонда я жалхозбасты зениткерлерге, тыл имбеккерлерне, улуотан соғы сардагерлерне тамақ дайындау. Ни один волонтер не останется без внимания и небольшого вознаграждения. Сейчас состоится у нас официальное награждение волонтеров за их труд в такой нелегкий период. Берегите себя и своих близких.